В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День прощания со школой. 11-классники отметили последний звонок. Хватит ли места в Яслях? Очередное обращение в городской дозор. Собака плюс я. Саровчан приглашают на спортивно-кинологический праздник. Далее расскажем обо всем подробно. В конце прошлого года народные избранники приняли решение, что социально ориентированные некоммерческие организации должны получать муниципальную поддержку на конкурсных условиях и направили в администрацию предложение разработать соответствующую программу. После этого документ еще не раз прорабатывался. Положение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций рассматривалось народными избранниками не один месяц. К обсуждению документа привлекли даже членов общественных организаций. И к очередному заседанию социального комитета участники рабочей группы представили новую редакцию положения, в которой выделили приоритетные направления поддержки. Из большого перечня видов поддержки, которым в принципе может оказываться, мы выделили 4 направления. Это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества. Этот перечень вызвал ряд вопросов как у народных избранников, так и у представителей администрации. Поскольку вы добровольцы в России, и все понимают, что это сегодня приоритетное направление молодежной политики, почему вы пункт 8 обошли своим вниманием и не включили благотворительную деятельность и деятельность в области содействия добровольческого? Очень бы хотелось это считать приоритетным направлением, потому что никто добровольца как раз и нуждается в этой поддержке. Нынешнее положение, оно не исключает поддержку этого пункта, просто выделяет другие приоритетные направления. Но если сейчас депутаты скажут и будет речь идти об этом, вот вопрос раз встает, давайте обсудим, может быть нам действительно стоит приоритетное направление. Восьмой пункт из видов деятельности раздела 4 тоже выделить приоритетные направления и заострить на нем внимание. Предложение добавить добровольчество в перечень приоритетных направлений так и не прозвучало. Решили даже сократить список и убрать из него проведение поисковых работ. Это и так часть военно-патриотического воспитания, не стоит выделять его отдельным пунктом. Как пояснили участники рабочей группы, документ носит живой характер, а значит еще не раз будет прорабатываться. Приоритетность направления будет определяться ежегодно в зависимости от их востребованности. Субсидии из городской казны будут выделяться через конкурсный механизм. Общий объем финансирования на 2018 год составит 1 миллион рублей. Час прощания со школой для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. Совсем скоро им предстоит вступить во взрослую жизнь. А пока юноши и девушки дарят цветы и подарки, говорят слова благодарности учителям и строят планы на ближайший год. Каким видят свое будущее выпускники 14-й школы? Расскажем в следующем репортаже. Один из школьной жизни запомнит наставление педагога, второй – одноклассницу, в которую был влюблен. А выпускник 14-й школы Иван Свойкин еще долго будет помнить тот день, когда он и все его одноклассники не пришли на урок физики. Самый крутой день был, когда мы решили прогулять физику абсолютно всем классом. Почему? Потому что раньше, когда мы убегали по одному, нас потом давали на взбучку, а когда мы убежали все вместе, нас даже похвалили, потому что мы сделали это дружно. Несмотря на прогулянную физику, свое будущее Иван хочет связать именно с этой наукой. Себя он видит инженером и хочет посвятить свою жизнь техническим наукам. Юноша только покидает стены родной школы, но уже думает о том, как вернется сюда на традиционную встречу одноклассников. Только если у меня не будет в эти дни запланировать каких-то экзаменов или зачетов, тогда, возможно, приеду. А если и буду, то лучше поучиться. Выступая с напутственными словами, классные руководители отметили, что у этого выпуска огромный потенциал и однозначно большое будущее. Главное – идти к своей цели, быть честным и добрым. Знаю точно, что один человечек вернется обратно в школу. В роли педагога буду очень ее ждать. Знаю, что есть ребята, которые продвинуты в IT-технологиях. Надеюсь, что они будут передовыми программистами у нас в городе. Учебный процесс у старшеклассников города позади, но отдыхать им не приходится. Уже совсем скоро им предстоит сдавать единый государственный экзамен. И как это часто бывает, от его результата будет зависеть, поступят ли нынешние старшеклассники в вузы страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокуратура области подвела итоги работы в сфере надзора за соблюдением прав предпринимателей за 4 месяца 2018 года. Всего было выявлено более тысячи нарушений прав бизнес-сообщества в регионе. Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены. В частности, возможны обращения в прокуратуру области, в том числе во Всероссийский день приема предпринимателей, который проводится в первый вторник каждого месяца. В Сарове стартовал отборочный этап четвертого ежегодного конкурса профессионального мастерства. Лучший по отрасли в комплексе капитального строительства атомной отрасли. Помимо рабочих специальностей, в этом году в конкурсе принимают участие инженеры и специалисты в НЕФ, в командах и индивидуальных номинациях. Финальные испытания, в котором примут участие победители отборочного этапа, пройдут 15 и 16 августа в Ростове-на-Дону. Парк культуры отдыха имени Зерно приглашает саровчан на детский концерт, который пройдет 31 мая в 6 часов вечера на танцевальной площадке в программе выступления студии эстрадного и народного танца «Задоринки», а также вокальной студии «Планета детства». В нашем городе завершилось комплектование детских садов на будущий учебный год. С 1 сентября местами в дошкольных учреждениях будут обеспечены 540 детей третьего, и почти 550 детей второго года жизни. Для удобства родителей путевки будут передаваться непосредственно в детские сады. Но далеко не всем очередникам посчастливилось увидеть имя своего ребенка в списке на зачисление. Маленькой Варе всего год и один месяц. Активная и любознательная малышка рано встала на ножки и сразу же начала познавать окружающий мир. И во всех начинаниях рядом с девочкой самый близкий и родной человек. Так получилось, что в вопросах воспитания Екатерине приходится выполнять роль и мамы, и папы в одном лице. И новая проблема, с которой предстоит справиться молодой семье – получить место в яслях. Когда выдавали путевки 16-го числа, нас я нигде не увидела. Ни в старом районе, ни в новом районе. Я пошла с вопросом в 113-ю комнату, на что мне ответили. От них ничего не зависит, это все составляет у них программу. В октябре Варе исполнится полтора года, а это значит, что маме перестанут выплачивать пособия по уходу за ребенком. Так как помощи семье ждать неоткуда, Екатерина приняла решение выходить на работу. Но пока перспектив устроить дочку в ясле недалеко от дома мало. Отвозить ребенка в старый район мама просто не успеет. Автобус на завод уезжает в 6.30 утра. Я одна воспитываю, я не смогу разорваться. Мне надо поближе к дому где-нибудь. Мне не принципиально 47-й, пускай там за нашим домом в садике тоже есть, если есть там ясельные группы. Но мне надо дать, потому что на 50 рублей я не проживу с ней. Мне 9 тысяч не хватает в месяц, который мне платят. Согласно действующему законодательству, существует несколько категорий льготников, имеющих право на внеочередное и первоочередное попадание в ясле. Электронная система формирует списки на зачисления по принципу 50 на 50. Половина льготников и половина тех, кто получает путевку на общих условиях. Мероприятия по комплектованию, конечно, проводились очень сложно в связи с тем, что рост рождаемости в 14-15 году не успевал за увеличение количества мест дошкольных учреждений. Несмотря на то, что с местами в яслях нового района в городе Туга, Екатерина не перестает надеяться на чудо. На сегодняшний день местами в яслях обеспечены 540 детей третьего года жизни и почти 550 детей второго. В школе-интернате номер 9 прошла областная научно-практическая конференция по теме здоровья и сбережения в образовании. Для обмена опытом и полезными знаниями в наш город приехали делегации участников сетевого проекта «Нижегородская школа. Территория здоровья». Педагоги обсудили основные достижения и перспективы развития в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В современной системе образования существует множество программ, которые позволяют сформировать у ребенка понимание, что же такое здоровый образ жизни. Но зачастую все эти педагогические методики направлены на работу с детьми без каких-либо особенностей развития. А что значит сформирование образа жизни у ребенка, который имеет какие-то патологии уже в принципе здоровья с рождения чаще всего. И вот это научная проблема, это исследовательская проблема. И над этой проблемой работают наши коллеги. Специально для того, чтобы создать диагностическую базу, разработать единую систему обучения и воспитания, был создан сетевой проект «Нижегородская школа. Территория здоровья. Новые тенденции и возможности для детей с УВЗ». В него вошли коррекционные школы Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Балахны и других городов области. Работа с детьми с УВЗ – это одна из сложнейших тем. И сегодня в условиях инклюзии это вызывает много вопросов и очень много спорных моментов с точки зрения их реализации. Что необходимо разработать механизмы помощи этим ребятам в условиях как специальных коррекционных школ, так и собственных облачных образовательных организаций. На областную конференцию в школу-интернат номер 9 пригласили и педагогов общеобразовательных школ. Обмен опытом и знаниями в этой сфере полезен всем, кто в своей практике сталкивается с инклюзивным образованием. Чтобы педагогическое сообщество выработало какие-то определенные подходы в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые какие-то формы инклюзивного образования и в нашем городе, и в масштабах области. Педагоги девятого интерната сотрудничают с кураторами сетевого проекта «Кафедра здоровья и сбережения в образовании» более шести лет. Также в создании единой системы работы с детьми с ОВЗ принимает участие первый коррекционный детский сад «Лесная сказка». Начался прием заявок на участие во втором сезоне проекта «10 атомных песен», который реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома». Как и в прошлом году, госкорпорация организует в городах присутствие предприятий атомной отрасли съемки десяти клипов, в которых примут участие местные вокалисты и творческие коллективы. Первый сезон проекта «10 песен атомных городов» прошел с большим успехом. В записи клипов на известные российские хиты приняли участие исполнители из Заречного, Северска, Зеленогорска, Снежинска, Железногорска, Лесного, Десногорска, Озерска и многих других городов. Одними из участников творческого проекта из нашего города стали педагоги и воспитанники детской школы искусств номер два. В проекте может участвовать почти каждый. У нас очень много здесь талантливых людей в городе. Проект как раз именно направлен на то, чтобы немножко породниться и городами за то. Города присутствия госкорпорации «Росатом» известны россиянам своими высокотехнологичными производствами и промышленностью. Второй сезон проекта «Десять песен атомных городов» призван в очередной раз рассказать всей стране о том, что в небольших и закрытых городах живут творческие, талантливые исполнители и коллективы. Здесь объединились люди-любители, люди-профессионалы, которые преподают, которые связаны с своей профессией. Это огромная армия, более 400 человек. И мне кажется, что их еще больше. На официальном сайте программы «Территория культуры Росатома» уже открыто зрительское голосование за песни, которые в этом сезоне исполнят артисты из атомных городов. Также на портале можно подать заявку на участие в проекте. Вместе со своим любимцем принять участие в веселых эстафетах и доказать, что твой четвероногий друг – самый лучший. В шестой раз на стадионе спортивного комплекса «Юниор» пройдет спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». Какую программу подготовили организаторы для горожан и их питомцев, расскажем в следующем репортаже. В этом году организаторы решили повторить полюбившимся и участникам, и зрителям веселую эстафету у владельцев с собаками. Также умение обращаться и общаться с своими питомцами смогут продемонстрировать юные хозяева в конкурсе «Ребенок и собака». А начнется шоу ровно в полдень с традиционного парада пород. В рамках нашего праздника будет открытая выставка собак, то есть где будет оценен экстерьер и поведение собачки. И первый раз за шесть лет будет оценивать у нас эксперт-кинолог из Москвы. На открытой выставке пород столичный специалист проведет визуальный осмотр конкурсантов и оценит их биометрические данные. Победители получат призы и ценные подарки. Если собака выигрывает в своей породе, дальше уже идет сравнение в своей группе. А потом уже еще в придачу те, кто выиграл в своей группе, сравниваются между собой и выбирается лучший собак выставки. В три личности празднику добавит конкурс «Мода в мире собак». В роли модели будут выступать братья наши меньшие и демонстрировать зрителям дизайнерские фантазии своих владельцев. На праздник приглашаются все желающие. Подать заявку на участие в конкурсной программе можно будет в день ее проведения с 10 до 11.30. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин